Ким Чен Ын передает своих солдат в российскую армию для войны против Украины. Таким образом, Северная Корея поставляет в РФ не только оружие, но и личный состав, сообщил президент Владимир Зеленский. А что наконец-то приедет именно корейская пехота для прямого участия в боевых действиях. Вот это уже совсем другая история. Северокорейские специалисты уже давно сотрудничают с Россией в таких областях, как противовоздушная оборона и инженерия, говорит заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Поэтому присутствие солдат КНДР на войне против Украины не ново. Факт есть факт. Северная Корея фактически вступила в войну на стороне Российской Федерации. Но пока это участие является ограниченным. Скажем так, пока что наибольшее влияние на ход войны имеют поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи. Касательно возможного привлечения северокорейских военных пехотных подразделений в войне против Украины, то боевые качества солдат могут быть не на самом высоком уровне. Однако их участие все равно может оказать значительное влияние на фронте, считает украинский военный. Это будет не самая мотивированная и качественная пехота. Но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. Повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу. Какова мотивация у северных корейцев защищать территорию России на самом деле? Я практически уверен, что при первом же наступлении вооруженных сил Украины они бы отходили. До конца года РФ может направить тысячи солдат из КНДР на передовую в Украине, сообщает в Институте изучения войны, ссылаясь на представителя ГУР. Подготовку проходят несколько тысяч пехотинцев КНДР на территории России. Командование РФ может направить их на фронт к концу 2024 года или в приграничные районы России, чтобы высвободить резервы для ведения боевых действий, говорится в отчете. Кроме того, по информации американских аналитиков, офицеры КНДР наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированной территории Украины. Подтверждая эту информацию, украинское подполье, в частности в Донецкой области, нашли полигон с инструкторами из КНДР, сообщает телеграм-канал партизанского движения «Срок». В подполье сообщают, что речь идет о как минимум трех полигонах в Мариупольском районе. В частности, там проходят интенсивные тренировки со ствольной артиллерией. Северокорейские инструкторы курируют обустройство полигона и, вероятно, на данный момент чувствуют себя уверенно и в безопасности, так как многие жители Сартанской общины пошли на активное сотрудничество с оккупантом. Другое дело – это военное присутствие северокорейских войск на оккупированных территориях с целью перенимания опыта. Понятно, что Ким Чен Ын достаточно серьезно заинтересован в том, чтобы изучить опыт войны и генералитет Северной Кореи тоже, опыт современной войны, как сейчас, скажем, трансформируются боевые действия. Во время получения такого опыта солдаты КНДР уже успели понести потери. Так, 3 октября ВСУ уничтожили 6 офицеров армии Северной Кореи во время удара по оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщало издание «Киевпост» со ссылкой на свои источники в разведке. Согласно данной информации, еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения. Также погибло более 20 российских солдат. «Киевпост» сообщает, что перед ракетным ударом ВСУ россияне демонстрировали коллегам из КНДР подготовку солдат к штурмовым действиям. А как думаете вы, перейдут ли такие учения к практике на поле боя? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми знать главное событие войны.